Термин робот произошел от чешского слова «работа», которое означает «принудительный труд». Рука-робот обладает значительной степенью свободы движения, то есть способностью вращаться в разные стороны. Большинство таких роботов производится для выполнения повторяющихся действий, являющихся для человека сложными и даже смертельно опасными. Рука-робот похожа на руку человека. У нее тоже есть плечо, локоть, запястье и кисть. Плечо представляет собой неподвижную основу, к которой присоединяются все остальные части. Сначала инженер проектирует все составляющие на компьютере, затем проект притворяют в жизнь. Внешняя оболочка основы формируется из стального листа с помощью пресса, управляемого компьютером. Потом оболочку красят с помощью напыления, применяя для этого электростатический процесс, гарантирующий тщательное и ровное покрытие. На оболочку направляют отрицательный электрический разряд, а на частицы краски положительные. Таким образом, оболочка притягивает к себе краску, словно магнит. Как только краска высохнет, с помощью сетчатого трафарета наносится диаграмма пользователя, которая показывает, как и куда двигаются различные части. Теперь делают рабочий орган робота, то есть кисть руки робота. Роботы могут оснащаться различными рабочими органами. Здесь вы видите, как делается схват робота или захватывающее приспособление. Две клешни соединяются, чтобы схватить и переместить что-либо. Их делают с помощью автоматического сверла по металлу, который в куске алюминия делает продольные и поперечные вырезы. Затем собирается электрическая монтажная плата, которая вставляется внутрь основания. К ней присоединяются шесть отдельных двигателей руки робота. После этого собираются механические части основания. Сначала двигатель, с помощью которого рука будет вращаться. Потом механизм, крепящийся на вертикальном шахтном стволе, который будет удерживать руку в вертикальном положении. Двигатель приведет движение в шестерню и вал, и рука робот повернется. На уровне плеча устанавливается система из четырех шкивов. Каждая из них состоит из двух пластмассовых колес, расположенных на отдельной оси, между которыми проходит резиновый ремень. Это похоже на веревку для развешивания и сушки белья. На ремне есть маленькие зубчики, которые цепляются за бороздки на колесах. Таким образом колесики вращаются, и рука робот двигается. Каждое соединение руки робота запрограммировано на способность выполнять определенный набор движений. Это похоже на руку человека. Сочетание этих движений управляет рабочим органом робота. Электрический провод, связывающий захватывающее приспособление с плечом, подсоединяется к монтажной плате, расположенной непосредственно в плече. Затем к основанию привинчивается вся рука. Провода монтажной платы, расположенные в основании, подсоединяются к двигателям, расположенным в плече. Для этого провода нужно собрать воедино, а всего их 48, и провести через ствол, который присоединяет основание к руке. Когда все подсоединено, шестерню и шкиф окончательно настраивают и проверяют, чтобы убедиться, что все работает без помех. Теперь устанавливается захватывающее приспособление, а также ствол и привод, с помощью которых оно функционирует. Если привод повернется в одну сторону, зажим откроется, если в другую — закроется. Теперь собранное захватывающее приспособление крепится к предплечью, а его двигатель подсоединяется к уже установленной монтажной плате. Провода от всех шести двигателей подсоединяют к основной монтажной плате, которую после этого устанавливают в основание. Блок управления роботом «Мозг», руководящий рукой, является отдельной частью всего устройства. Он управляет всем, что подсоединено к плате. Чтобы привести рободвижение, компьютер, расположенный внутри блока управления, включает все необходимые для этого двигатели. Блок управляет восемью двигателями, шестью в самом роботе и еще двумя дополнительными приспособлениями. Для выполнения различных задач блок просто нужно запрограммировать. Процесс сборки руки робота от начала и до конца занимает всего чуть меньше 30 часов. Рука робот может поднимать груз до 4,5 килограммов, столько, сколько весит взрослая кошка, а скорость движения руки — 2 километра в час. Большинство роботов можно перепрограммировать, то есть написать новую программу, и робот изменит свое поведение. С точки зрения работодателей, роботы — идеальные работники. У них, конечно, нет собственных идей, но производительность труда постоянно. Они никогда не болеют, не уходят в обведенный перерыв и не пьют кофе в рабочее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова